телекомпания вид представляет вечер добрый здравствуйте сегодня час пик для талантливой певицы и очаровательной женщины узнали тамара гверцители здравствуйте тамаре тамрико скажите зеркало ведь необходимый атрибут перед каждой съемкой безусловно можем начинать посмотрите еще раз начинаем тамара гверцители тамара гверцители родилась в тбилиси петь начала с 6 лет в начале 70-х выступала с детским ансамблем зиури мечтала стать драматической актрисой но по настоянию мамы поступила в консерваторию первую премию талантливая студентка получила восемьдесят первом году на седьмом международном фестивале красная гвоздика восемьдесят восьмом с отличием окончила консерваторию по классу фортепиано и композиции но именно песня принесла ей подлинное признание и любовь публике восемьдесят четвертом тамара дала более 30 концертов в афганистане через 10 лет блестяще выступила на сцене престижной парижской олимпии тогда ее впервые назвали русской эдит пиаф в девяносто первом спела в карнеги холл в нью-йорке и снова имела грандиозный успех говорит что в искусстве надо оставаться штучным товаром замужем сыну сандро 12 лет любит шоколад и грузинское вино прекрасно готовит в одежде отдает предпочтение черному и красному красное черное там река стендаль какой-то никакой грузии просто откуда эта любовь к черному и красному я думаю что это определила одна встреча в моей жизни которая является для меня исторической этапной и и это все не случайно наверное лет десять тому назад может быть двенадцать у нас была встреча с величайшим режиссером сергеем параджановым это была случайная встреча и она произошла в грузии в тбилисском аэропорту он вас встречал вы были знакомы до этого мы он летел на примеру своего фильма шоке кариб а я летела москву то есть мы летели просто случайно пересеклись и я конечно не имела видев гения современника несмотря на то что я всегда осознавала что этот человек который живет мы живем в одном городе но тяжело себе представить что с тобой рядом живут гениальные люди это наверно всем людям очень тяжело и вот когда была эта встреча я помню даже тяжело передать естественно эту атмосферу сергей гипнотизирует сразу гипнотизировал да безусловно и я думаю он на меня посмотрел и после 10 минут на беседы сказал что я должна оставаться в черном но должна обязательно быть какая-то красная точка черный выражает весь драматизм и наверное историю и все корни которые есть у меня а красная точка это наверно страсть это искусство это необычность это то что ты не придерживаясь к какому-то среднему такому существу это характерно для параджанова безумно яркий человек был безумно яркий хотел видеть вокруг яркая да и точная и что и вы после этого стали следовать этому принципу черная красная . да знаете когда это тебе говорит параджанов это можно воспринимать как приказ просто это да это это я думаю что это свыше и я думаю что это это решило очень многое и я просто благодарна судьбе что-то встреча произошла там река вот вы сказали да жила в одном городе с параджанов ведь в то время в тбилиси жил и эмират мамардашвили вам вам не мне приходилось ним встречаться нет к сожалению но вы слышали об этом человеке мы еще студентом консерватории читали его труды но как говорится когда наступили тяжелые времена в грузии тогда все поняли что это предсказатель что это был нас настолько гениальный человек который мог опередить время в одно время и и жили два гения в тбилиси и вы ушли хорошо а светлым и радостным помните эту фотографию это время мзиури вот маленькие девочки так популярны и в советском союзе в одном из ваших интервью вы сказали что именно тогда вот вам было 10 там или 12 лет вы научились себя защищать что дрались что ли там когда просто человек выходит на сцену это уже предопределяет что будет обязательно конкуренция а может быть здоровая но она все равно существует это вас учили уж уже там учили вот законом конкуренции хорошо здоровая ладно без драк я думаю что повторяю во вторых появляется великое чувство когда ты ощущаешь что педагог имеет своих фаворитов и фаворит так 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 стоп стоп вот об этом вот с этого места поподробнее как у нас говорят что такое фаворитки в десять лет о чем мы сейчас адресом реку я не в центре стою во первых для зрителей давайте давайте найдем я спрошу вот ручка вы себя узнаете в этом пока да это я самая старшая была я не самая старшая была были старше и младше ну и в чем выражался фаворитизм ну я благодарна своим педагогам это была потрясающая идея создать такой детский ансамбль чисто с пиаревскими галстуками дети со звонкими голосами действительно талантливые девочки меня интересует все произнесли фаворитки вы что им все прощалось вот вспомните этот случай во время гастроли в голландии мзиури вы должны вы должны были петь в соборе и одна из девочек видимо фаворитка убежала не стала петь нашла там в поднебесье клавиши органы и все услышали а вы мария из поднебесья абсолютная выходка была правда ну святая выходка фаворитки простили это но я не была тогда фавориткой я просто была безумно безумно классической так сказать девочкой и отличницей в школе одаренных детей в тбилиси и как говорится с радость для меня была такая души на этот успех мзиури и я не могла конечно с собой совладеть и как я увидел этот орган в этой церкви и я сыграла первую прелюдию баха никого не спросясь поднялась по лестнице открыла крышку или там не было крышки никто не давал никакого разрешения просто на свой страх и риск 12 лет такое я думаю что это первый и последний раз что мама говорила в детстве вам в в часто вот были способны на такие самостоятельные ну не будем называть это выходками на поступки нет я думаю что при том что я как бы такая свободолюбивая птица все-таки мама всегда меня держал там река гверцители всегда знала свое место да это это в грузинской традиции так воспитывать девочек чтобы они знали свое место без словно да это я думаю что это в любой интеллигентной семье надо ограничиваться своих детей хорошо может быть об этом поподробнее поговорим сейчас еще об одном ну не знаю может быть учители еще об одной встрече я хочу привести слова вашего аккомпаниатора для вас я думаю это будет новостью поскольку вот я знаю что вы не собираете вырезок о себе газетных а зря это несомненный талант пишет ваш аккомпаниатор повторяю но к сожалению она в первую очередь стремится к достижению успеха вместо того чтобы серьезно работать я считаю это ее большой ошибкой я сейчас хотел бы привести фрагменты видеозаписи где вы поете а аккомпаниатор в общем-то знаменитый человек вам подыгрывает смотрим вот dit покампаниатор в общем-то а Я думаю, мало кто из россиян узнал аккомпаниатора, но раскройте этот маленький секрет наш. Маэстро Мишель Легран. Мишель Легран. Имя, которое гремело, и отчасти от звуки этого грома еще слышны по миру сегодня. В сотнях фильмах, концертах, театральных постановок аккомпанировал Тамрико Гверцетелли, девочки, которые знают свое место. Ваше место было и в Карнеги-холл, и в Олимпии. Давайте вспомним эти времена, когда вам аккомпанировал сам Мишель Легран. Ну-ка, расскажите. Ну, эта фраза, конечно, вы меня обезоружили, но не совсем. Самое главное, что маэстро считает, что я талант. Это приятно. Это самое важное. Остальное, что будет наставник говорить, как говорится, это всегда трудолюбие. Как говорится, трудолюбие Грузии и Грузии никогда не отличались. Они отличались талантом и талантами. А со своей другой кровью я, к сожалению, столько трудолюбия не смогла взять. Другая кровь, это мамина. Да, другая кровь. А вот мама была еврейкой. Есть. А? Есть. Да. Кем вы себя чувствуете? Грузинкой или еврейкой? Ну, я, конечно... С трех лет вы в Грузии, по крайней мере. Я родилась, пелеси, естественно. Если я сейчас не в Грузии, в Грузии во мне. Так что это очень... Как бы... А, простите, это ваша мама с трех лет в Тбилиси? Мама из Одессы, да. Мама из Одессы и с трех лет в Тбилиси? Да. Мама, а грузинившая... Кавказская пленница. А, кавказская пленница. Да. Скажите, вот в России, в Москве особенно очень иронично относятся к... Ну, такой форме связи времен. Род, титулы и так далее. Люди в довольно смешной иногда форме награждают друг друга сейчас, уже через десятки лет, графскими, разными другими титулами. Это не очень соотносится с окружающей действительностью. А как в Тбилиси? Ведь князь, мне кажется, по-грузински и сейчас звучащее слово. Да, тавады, безусловно. К счастью, это, несмотря на все исторические сложности, трудности и трагические моменты, я могу сказать, что это осталось, это кровь, это корни, это величайшая традиция нации. Это выражается, наверное, в уважении к старшим, любви к своим детям, любви к родине. И не просто это выражается во время застолья и в тостах, а это действительно с материнским молоком. И я думаю, что пока в Грузии будет это все храниться, я думаю, что эта нация будет существовать и процветать. Грузия переживала сложные времена, да и сейчас непросто. И это покушение Эдуарда Амросевича, который мы все здесь в Москве сильно переживали. И, ну, слава богу, он вроде бы приезжает на саммит в Москву, и, видимо, мы его здесь увидим и услышим. Часто ли вы бываете в Тбилиси в последнее время? Я считаю, что нечасто. Я считаю, что нечасто, недостаточно. А для своих родственников, там в Тбилиси у меня брат, папа, я думаю, что это всегда мало. Но, к сожалению, такая активная гастрольная жизнь, что мне этого всегда не хватает. Наверное, это всегда мало. Ну, а теперь поговорим о судьбе, о профессии. Прежде всего, вы певица, актриса. Ваше место на сцене, да, главное место в жизни. Спасибо большое. Правда, ведь не дома, не в квартире, не на улице, а именно там. Часто ваши песни, поэтому и, видимо, запомнились такие ваши произведения, трагические, окрашенные в напряженные тона, сродни. Многие сравнивали то, как вы поете и что вы поете с полотнами Гои. Я хотел бы привести слова самой Тамрико Гверцетели о том, что, как и почему она поет. Послушаем ее. На свете есть место всем, от монахини до проститутки. Сцена, как зеркало, воспроизводит и то, и другое. Но мне близок образ гордости и достоинства. Такое начало есть в испанках, быть все время на краю пропасти. В них и страсть, и сумасшествие, и достоинство. Это может быть соединение 20 века и античности. Любовь и кровь там всегда рядом. И я пою о достоинстве женщины. Ее надо добиться. Она – нелегкодоступное существо. Тамара Гверцетели. Вы как-то еще сказали, что у песен есть свои имена. Когда вы… имена и лица. Когда вы поете, какие образы у вас возникают? Ну, я думаю, что если это связано, естественно, все с жизнью, с прошлым. Сейчас слишком много болей. Я ощущаю, что появляется, как говорится, боль, которая обязательно, потому что иначе ничего быть не может. И мне тяжело удается петь такие шуточные, веселые песни, на светлое будущее настраивать. И я стараюсь, но я думаю, что я все-таки принадлежу к жанру лирико-драматических певиц. И это остается основным, наверное, в моем творчестве. Тамара Гверцетели, вы часто видите сны? Редко. Если видите сны, то какие? Мне очень часто снится мой Тбилиси. И именно та часть города, где я училась в консерватории, на улице Грибоедова. И это всегда сопровождается концертом Моцарта, потому что с ним я поступала в консерваторию. И мы с шести утра репетировали вместе с моим педагогом Нелли Григорьевной Гачи-Челадзе. Скажите, вас никогда с Робертом Стура жизнь не сводила? Замечательным режиссером, который работает в Тбилиси. Я думаю, что эта мечта моя тоже осуществится. Тем более, что я знаю, что он ко мне очень благосклонен. И я надеюсь, что когда-нибудь Роберт Стура поставит музыкальный спектакль для меня. Вы знаете этот случай, когда Ванесса Редгрейв выучила роль по-грузински? Великая Ванесса Редгрейв, известная во всем мире, учила грузинский язык, чтобы в спектакле, поставленном Стура, сыграть роль вместе с Чхеквадзе. Вы, я знаю, планируете, может быть, с Робертом Стура, я не знаю, такую монооперу, спектакль, где вы могли бы и петь, и говорить. Да? Да. Где вы планируете его ставить? Это будет Тбилиси, Париж, Нью-Йорк, другой город, где вы часто бываете? Ну, я немножко суеверна, естественно, как все, наверное, артисты. Я хотела бы сказать, что это, конечно, есть в планах, но я думаю, что города эти будут с Тбилиси Москва. И когда это может произойти? На что нам настраиваться? Потому что в этой форме, такой формы, по-моему, еще не было. Во всяком случае, на наших сценах. Может быть, что-то подобное делала Миннелли, но в жанре ближе к мюзиклу, чем к серьезному драматическому спектаклю. Я думаю, что, наверное, вы правы, я думаю, что надо настраиваться на осень, по крайней мере, есть такие, как говорится, планы. А сейчас существует там новая программа, которую никто пока не слышал. И с этими концертами я не ездила по России, так что сейчас намечаются мои концерты. А то, что касается вот этих далеких планов, дай бог, чтобы они осуществились. Потому что я думаю, что все прошлое, как говорится, делается для того, чтобы было будущее. Так что я рассчитываю, что это осуществится. Я благодарен вам за то, что вы приняли приглашение и пришли сегодня в студию. Я вам желаю успехов всяческих. И напоминаю, что сегодня час пик был для талантливой певицы, очаровательной женщины Тамарико Гверцетели. Ура Грузия, которая рождает таких женщин. Спасибо. Спасибо вам большое. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Спасибо.